Ре. Вис Этерс Ирте. Итак, Аня, ты еще раз добрый вечер. С чем же все-таки связано увеличение цен на молоко и насколько оно велико? Что на сегодняшний день можно сказать? Да, цены увеличиваются на молоко уже 4 месяца подряд. Это не так, что это было последний месяц как-то только увеличилось, но в принципе это повеличение началось уже с июля месяца. Есть один пункт, что в мировом рынке немножко повысились цены на порошок и на другие эти индустриальные продукты, которые как в основном показывают цены. Но надо смотреть и тот пункт, что, к сожалению, или крестьянам на пользу это идет, наши рынки, прибалтийские рынки все-таки лидируют польские переработчики, которые покупают здесь молоко. И просто началась, как сказать, какая-то борьба за молоко, за производителя. И в принципе это основной вопрос, почему поднялись цены настолько много. Потому что цены поднимаются, но не настолько много и не настолько быстро на готовый продукт. То есть молочную отрасль из кризиса вытаскивают поляки, как это ни странно звучит? Это, скажем так, кризис крестьян. Но если мы смотрим наших переработчиков, которые в Прибалтике работают, никто не настолько сильный, чтобы можно было очень долго такие цены, скажем так, поддерживать. И это очень-очень трудная ситуация в этот момент для переработчиков. Для переработчиков трудные ситуации были эти все два года, которые тоже были очень трудные для крестьян, потому что рынок российский закрылся. И не только вопрос русского рынка, это вопрос тоже насчет того, что если бы не закрылся этот рынок, все равно рубль упал настолько, что люди не могли бы заплатить за наш продукт. И поэтому в Европе вообще как-то к вам началось это, как-то слишком много продукта было. И все пошло вниз. То есть если бы не было российского эмбарго, то с учетом падения рубля все равно бы мы сильно потеряли? Все равно бы потеряли, да. Так что может быть это даже было лучше, чтобы это было настолько быстро, настолько так резко, чтобы переработчики могли начинать искать другие рынки, потому что это очень-очень трудный пункт и очень много времени требуется. Но если бы это было продолжалось, все-таки из-за рубля были бы очень большие проблемы все равно. Закупочные цены на молоко повышаются. А что касается нас, потребителей, что это для нас значит? Какие продукты в цене возрастут и на сколько? Ну, если мы смотрим так, насколько выросла цена на молоко, как на сырье, то в принципе она выросла на 40-45%. Мы как потребители, наверное, настолько большой этот скакок не увидим. Но так как все уже, как я говорила, 4 месяца переработчики все эти расходы брали на себя, в какой-то момент ты этого уже держать не можешь. И поэтому, да, мы как потребители увидим побольше цены на молочные продукты. И это неизбежно, потому что эти деньги уходят к крестьянам. И это всегда так связано. Это как на весах. Если ты хочешь какой-то нормальный уровень, то если один поднимается и второй падает, тогда надо какой-то момент, когда все выравнивается. Так что цены поднимутся. Ну, а о чем мы можем говорить на сегодняшний день? Что цены вернутся к тому показателю, который был там, предположим, два года назад, в тот период, когда еще не началось снижение цен на молочную продукцию? Или речь идет еще о более растущих ценах? Это будет зависеть от того, насколько много еще поднимется эти цены на молоко, как на сырье. Это очень важный пункт, потому что если мы сейчас смотрим, что 32 евроцента за литр молока, который мы платим сейчас крестьянам, ну, это очень большие деньги. И если мы смотрим это на готовый продукт, то, ну, как-то это должно отразиться. Если мы смотрим, например, на молочные продукты, в принципе, там от 75 до 95% сырье состоит только из молока. Там других ингредиентов нет. Но поэтому будем смотреть, как эти цены поделят между собой, скажем так, переработчики и сети большие. Но то, что цены поднимутся, это будет правда. Послушаем, что хочет нам сказать наш телезритель. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Прямой эфир был недолг. Недолг. Подражает вся молочная продукция или какие-то отдельные сегменты? Вы сказали, что есть продукты, в которых 100% молоко, но ведь есть, которые состоят не только из молока. Это, наверное, сами, как это производители, как в этом моменте это производит, переработчик, будет смотреть свой портфель, потому что портфели очень разные. И будут, наверное, эти поднятия цен, ну, не сразу на все, весь объем, на весь портфель, но какой-то, наверное, продукт, которого больше поднимется, которого там меньше. Я думаю, что это будет, каждый бизнесмен будет смотреть, как он вообще может этот продукт произвести. Потому что, да, и упаковочные материалы, и другие ингредиенты, это тоже очень-очень важный пункт. Попытка номер два. Попробуем связаться с нашим телезрителем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Говорите, пожалуйста. Первый разговор был недолгий, но второй, впрочем, оказалось, что будет очень долгим, но оказался таким же недолгим. Ну, возможно, будет третья попытка. Звоните нам, пожалуйста, дозванивайтесь. 6, 7, 200, 232. Продолжим интервью. Что вообще сегодня собой представляет молочная отрасль, индустрия в Латвии? И вообще, сколько крупных игроков представлено на рынке сегодня? Ну, знаете, если вы так меня спрашиваете, сколько крупных игроков, это очень такой сенситивный вопрос. Потому что каждый, конечно, который что-то делает, считает, что он, во всяком случае, ну, если небольшой, то такой, которого надо очень ценить. Поэтому, в принципе, в Латвии 38 таких, как это, фабрик, да. Мы знаем, что мы в Прибалтике самые маленькие, скажем так, у нас объемы по переработке самые маленькие. И поэтому там и есть, где мы есть, потому что мы не можем конкурировать так много, как эти поляки в мировом рынке, если они участвуют в больших мировых тендерах. Конечно, тогда, если они выигрывают эти объемы, если мы смотрим, что у них одна из, скажем так, один из концернов, фабрик, который перерабатывает 6 тысяч тонн молока в день, в день. В Латвии вообще доят только 2 тысяч тонн в день. Вся Латвия, да. Ну, Латвия и меньше, чем та же Польша. Верно, в тот же раз. Да, но близость этой страны очень-очень влияет на нас. И поэтому, к сожалению, эти 2 года были очень трудные, и мы пытались все зайти в другие рынки. Это немножко удалось. Нет, так что вообще ничего не удалось. Удалось и очень хорошо. Да, вот расскажите подробнее, какие рынки альтернативные мы нашли? Мы нашли, например, наше предприятие нашло, это Саудовская Арабия, это тоже Европа, где мы как-то заранее боялись, может быть, зайти. Но это Италия, это Германия, это та же самая Греция. Пытаемся в Соединенные Штаты Америки попасть. И тоже Мексика. Это был очень-очень важный пункт для нас, чтобы мы могли попасть в Мексику. Сейчас нам первые 2 большие заказа ждут, когда мы будем отправлять продукции, потому что договора заключены. Но, в принципе, если так говорить, то 2 года, это как минимум, чтобы ты пошел в какие-то новые рынки. И я знаю, что у вас следующий вопрос будет у вас насчет Китая. Я насчет Китая всегда была очень, ну, скажем так, не пессимистическая, но я не думаю, что Китай нас спасет. Потому что мы настолько маленькие, что мы дали же маленькую, как это, село Китая не можем обеспечить. Нам надо смотреть какие-то другие страны, которые тоже богатые, которые интересны. Та же самая Мексика. Там настолько много людей, и они кушают сыр, и они понимают молочные продукты. Это не Китай, где люди не понимают, что это такое. А Саудовская Аравия понимает? Понимает. Я хотела спросить, насколько это вообще экзотичный продукт. Давайте, может быть, о Саудовской Аравии, о Китае и о других рынках поговорим чуть позже. Попытка номер три. Дорогой телезритель, соберитесь на этот раз. Мы вас верим. Надеемся, что вы нам что-нибудь скажете. Добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте. Говорите, задавайте вопрос. Это было в сантимах по 27 платили нам. И запчасти в 10 раз дешевле было. И солярка была дешевле. А сейчас в центах это не платят. Как это можно выдержать эту корову? Когда я ей не додаю, и белок садится, и жир садится, и корова портится. Практически коровы в Латвии уничтоживают, уничтожаются. И эту корову за эти копейки нельзя в жизни не выдержать. И не только что для себя думать, и рабочего какого-то нанять. Это шахматниками кроют всех коров и кое-что вдоют там. Остальное все, только остаются какие-то олигархи, или куда-то деньги давать некуда давать. Держат эти большие фермы. Остальные все уничтожены. И Латвия в том числе. Спасибо большое за ваш комментарий. Эмоциональный комментарий, судя по всему, от самих крестьян. Это, конечно, из-за этих два года, конечно, фермерам очень-очень им трудно все это вело. И каждый день они боролись за свои коровы. Каждый день они боролись за свой бизнес, скажем так. И корову должны доить каждый день. И это тоже очень-очень важный пункт. Поэтому можно понять, насколько было трудно эти два года, конечно. Назовите, пожалуйста, как раз-таки про рынки сбыта. Мы говорили, топ-3 латвийских продуктов, которые могут понравиться, ну, допустим, тем же самым представителям Саудовской Аравии. Ну, по нашему опыту, это сыр. Это сыр нашей снежной шарики, скажем так. Есть снегобумбас, который их понимает во всех странах, где мы были на выставках. Эта текстура этого продукта очень такая понятная для всех. Вкус очень интересный. Все всегда думают, что это от козы сделан, но это из коровы. Из-за этого оно такой очень, скажем так, мягкий. И люди понимают во всем мире. И этот наш, как это... Мы должны, как производители, вообще искать таких продуктов, которых какие-то немножко есть по-другому сделаны, немножко интереснее. Конечно, есть у нас тоже, скажем так, чеддер-сыр, да, который все о мире знают, да. Есть у нас производство Латвии, другая, которая очень хорошо уже давным-давно показывает себя. Мы тоже очень хорошо себя показали со своей Гауда и со своим Тилзитером сыром, который мы продаем и в Швеции, и в Финляндии, которые тоже наши самые большие экспортные рынки. Так что нельзя сказать, что мы не умеем и не можем. Надо, конечно, работать очень много над упаковкой, чтобы мы могли показать продукт так, как человек хочет этого увидеть. Потому что это давным-давно уже ясно, что мы не работаем, скажем так, как-то в бизнесе, где только мы производим продукт. Мы работаем в бизнесе упаковок. Потому что первый пункт, который ты как потребитель увидишь, это, конечно, упаковка. Примем еще один звонок от телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, я хочу сказать низкий подклон нашим сельскохозяйственникам. Слушайте, когда у них начались проблемы, я думаю, что я не одна. Сердце кровью обливалось, как они и бездны. Это же ужас и кошмар. И дай бог, чтобы они процветали. Ничего мы потерпим. Что там копейки вы накинете, что молоко дешевле какой-то кока-колы, отравы. И пока мы пьем наше молоко, будем живы, здоровы и все выдержим. Все я на пасте, как говорится. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Вот такой добрый, приятный комментарий. Это тоже надо иногда услышать, конечно. Может быть, поговорим о том, что добавляется в молочные продукты? Как раз-таки сейчас телезрительница затронула эту тему. Ну, скажем так, что добавляется? Мы производим сыр без всяких добавок, только все натуральное. Конечно, мы можем смотреть, что делается в мире. Но так как потребитель становится умнее и умнее, и читает, что написано, то никто не хочет, скажем так, портить свою репутацию, поставить там что-то, о чем ты, скажем так, не можешь быть стопроцентно уверенна. Но есть и хорошие добавки. Например, мы в своем молоке добавляем Д-витамин, потому что в Прибалтике мы знаем, что нам настолько много не хватает солнца, что на эти два с половиной месяца, когда есть солнце, Д-витамин нам слишком мало. И, в принципе, мы должны принять его весь год с препаратами из аптеки. И поэтому мы, скажем так, посмотрели вокруг и поняли, что молоко и Д-витамин – это очень хорошо сочетается вместе. И почему не добавить такой хорошей добавки, скажем так, которая помогает нам. Давайте о плохих добавках поговорим после телефонного звонка. Примем еще один телефонный звонок. Телезритель на нас дозвонился, я надеюсь. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я просто хотела спросить, почему сейчас не видно развесного масла? В советское время было развесное масло в магазинах, было шоколадное масло, теперь не видно ничего. Неужели нельзя возобновить? Спасибо большое. На рынке разве нет? На рынке есть. На рынке есть, если мы посмотрим там в Центральном базаре, там есть. Но в магазинах, конечно, нам надо понять тоже, что если мы хотим продукт, который можно немножко дольше держать, потому что мы всегда все спешим, и некогда нам смотреть за то, что у нас там в холодильнике стоит, то всегда, если сразу же упаковано, это всегда намного херметичнее, чем когда этот продукт открытый. И это тоже не секрет, что самый большой враг для любого продукта – это кислород. И поэтому, и, конечно, микробиология. Это еще один пункт, о чем мы не говорим очень громко, но, скажем так, молочные продукты очень-очень любят принять к себе все микроби. И поэтому, если так мы смотрим со стороны потребителей, то намного лучше, если этот продукт фасован сразу же. И насчет масла то же самое. Еще один звонок от наших телезрителей. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы желаем в Латвии с пеной разжетаем. Вы меня видели? Да? Да. Это литовские производители очень хотят быть похожи на латвийских производителей. Это правда, и многие даже не понимают, что они покупают литовские продукции, потому что действительно там специально сделан маркетинг для латвийского потребителя. Это правда, что литовские переработчики очень, скажем так, по сравнению с нами, по менталитету намного агрессивнее. Мы, скажем так, посмотрим, подумаем, как мы так, давайте покажем, скажем так, откровенно все. А литовские переработчики, они работают... Не стесняются. Не стесняются, да. Вот и мы видим эту ситуацию, которая здесь есть на рынке. И я не сказала, что мы не можем продавать в наших магазинах продукции. Конечно, можем, но конкуренция, конечно, есть большая. Но тут тоже вопрос нашего потребителя. Я читала в Фейсбуке, например, про Эстонию, что в Эстонии, если потребитель увидит на полке продукции своего производителя и какого-то иностранного производителя, и даже если цена будет... Там было какое-то исследование сделано на 60% выше своего производителя, они будут покупать свою продукцию. Они намного лояльнее, чем наши люди. И поэтому к литовцам с очень латвичскими названиями очень легко здесь попасть, потому что мы не читаем иногда, что написано на другой стороне упаковки. Примем еще один звонок от телезрителей. Добрый вечер. Задавайте вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, пусть ответит Ваше гостье, почему молоко, когда оно начинает закисать, есть такой запах, что просто невозможно? Что в нем добавлено? Спасибо. Кислое молоко неприятно пахнет, это факт. Это факт. Это, наверное, тоже вопрос про микробиологию. То, что я сказала, что это очень важно понять, где хранился этот продукт. И, во-первых, очень важно смотреть, где мы покупали этот продукт, и есть ли там правильная температура. Потому что молоко любит температуру плюс 2, плюс 6. И плюс 7, и плюс 8 – это уже не та температура, которую этот продукт любит. И, конечно, если эта упаковка, например, была открытой, какие-то дни постояла, то, может быть, что микробиология уже испортилась. Такое может быть. Но молоко с кислой – это понятно и естественно. А почему оно горьким становится? Ну, там надо, наверное, смотреть всякие пункты. Я говорю, это микробиология тоже, наверное, очень-очень важный пункт, который надо посмотреть. А вот, возвращаясь к вопросу нашего телезрителя, предыдущего звонившего, про масло он спрашивал. Почему сливки не добавляют или добавляют? Нет, добавляют, но он спросил, почему нет этого скаппиенсвест. А, сметаны. Так, как и сметаны, да. Потому что, в принципе, иногда есть в магазинах, но покупатель выбирает всегда это сливочное масло, потому что ему кажется, что это вкуснее. Но это, конечно, на любителя. Это надо, наверное, в магазинах больше сказать, потому что есть возможность делать такое масло. Просто рынок не хочет. Ну что же, спасибо вам за это интервью. Напомним нашим телезрителям, сегодня мы говорили о молоке. И у нас в гостях сегодня была председатель правления Латвии Аспиенс Анита Скудра.